Всем привет! Уже стало доброй традицией на фоне новогоднего убранства новогодней елочки я показываю вам красивые орхидеи. Вы знаете, сегодня особенное видео о групповых посадках и то, как они цветут. Сегодня я вам покажу вот эту вот фееричную красоту. Это групповая посадка орхидей Биглип. Название этих орхидей это абсолютно два одинаковых Биглипа, нерассказанные сказки или незаконченные истории. По-разному трактуется в переводе, по-разному можно перевести, но мне больше нравятся нерассказанные сказки. Очень красивое цветение. Вы посмотрите, какая шапка цветов. Цветут две орхидеи. Орхидея с более крупным цветоносом, который имеет сколько раз, два, три ответвления на основном цветоносе. Ну и основная ось и цветет орхидея, которая после пересадки потеряла свою точку роста, но при этом она очень быстро дала детку. Почему эта орхидея потеряла точку роста? Потому что, напоминаю вам, очень многие на канале переживали за эти две орхидейки. Вот видите, какая крупная, мощная орхидея. Вот эту орхидею я своевременно спасла, обнаружив у нее отрезанный цветонос в пазухе листа, который стал мокнуть. Я купила ее такой, и слава богу, я буквально в этот же вечер увидела этот цветонос. На эту тему выходило очень интересное, увлекательное и увлекательно-пояснительное видео, скажем так, где я вам рассказывала. Девчонки, обращайте, пожалуйста, внимание на те орхидеи, которые при покупке имеют отрезанные цветоносы. Те цветоносы, которые отрезали не вы. И как хорошо, что я их вовремя пролечила. Именно вот тот цветоносик видео выходило, и очень многие, кстати, после того видео стали обращать внимание при покупке именно на состояние цветоносов, обрезанных в пазухе листа. Их знаете как? Их отрезают, упаковывают в упаковочные пакеты, пленками на троллях обматывают и везут. И, к сожалению, у растений нет возможности в условиях повышенной влажности, низких температур, а это покупка зимняя была, двух беглипов, у орхидеи нет возможности подсушить место среза усеченного цветоноса. И, к сожалению, они замокают. И, к сожалению, происходит выпривание обрезанного цветоноса. И вот эта зараза заходит в ствол. На этой орхидее, которая сейчас мощная, красивая, вот с таким вот шикарным разветвленным цветоносом, вот он тут просто фейерверк цветущий, на этой орхидейке я вовремя пролечила обрезанный цветонос. С фитоловином я делала укол прям иголкой в этот цветоносик. Место, где был срез, туда иголку ввела и ввела фитоловин неразбавленный. А вот на этой орхидейке, которая сейчас дала детку, потеряла макушку свою, я, знаете, так видимых изменений на обрезанном тоже в оранжерее цветоносе я не видела. И, к сожалению, я не сделала профобработку. Я как-то так увидела, осмотрела, успокоилась, что там нет мокнутого основания на этом обрезанном цветоносе. Ну и всё. И вот именно оттуда, с непролеченного цветоноса, пошла инфекция в боковой, ну то есть сбоку в ствол она вошла. И как-то, знаете, я не стала ждать, я сработала напережение в этом случае. Я просто-напросто взяла секатор и отрезала ей макушку, сохранив у орхидеи три настоящих листа и шикарную корневую систему. Детка появилась буквально через месяц после того, как я обрезала инфицированную макушечную часть листовой розетки этой орхидеи. И вот сейчас, а вот это второй цветоносик на молодом растении. Вот он, небольшой, раз, два, три, четыре, пять, шесть цветочков, но он цветёт. Потому что, почему цветёт, в принципе, детка на этой орхидее? А она цветёт лишь только потому, что она питается. Вот всё, и цветение, и питание самой детки идёт от корневой системы материнского растения. Вот. И у нас вот такой прекрасный итог группового размещения орхидей, нерассказанные сказки. Очень-очень красивая история. Сейчас я, конечно, вам обязательно покажу крупным планом эту орхидейку. Но мне важно было вам рассказать, что происходило на одной из орхидей. И как быстро я решила вопрос. Всё замечательно. Вот посмотрите, какая прелесть. Это вообще необыкновенная. Знаете, вот когда я сейчас несла, она стоит на верхнем стеллаже у меня, полукруглой полочки. И когда я несла супругу, сказала, а это что? Я говорю, это орхидеи, так цветут. Групповая посадка, которую мы вместе с моим супругом снимали. И всем очень-очень понравилось это видео. Как говорят, зашло оно многим, потому что действительно там было очень красивое, очень такое объёмное, пояснительное видео, где я размещала два одинаковых беглипа в групповую посадку с дальнейшим прекрасным. Ну, знаете, как с целью дальнейшего прекрасного достижения в формировании цветоносов, ну и цветения просто шикарно обворожительной красоты. Но это не правда ли? Что может быть ещё красноречивее вот такого цветения? Конечно же, ничего. Мы вместе с вами любим любоваться такими цветами, такими орхидеями, как они красиво цветут. Я не знаю, очень многие любят считать, сколько цветов на цветоносах. Ну вот, если так, навскидку 2, 4, 6. Я не знаю, вот на основном цветоносе, наверное, цветочков 30. И на маленькой орхидее цветочков 6 мы посчитали. Ну, может быть, в районе 40 получать. Ну нет, знаете, наверное, вот на этих двух цветоносах порядка 30 цветочков. Он не мелкий. Он, скажем, среднего размера цветок. Где-то сантиметров 6,5-7. Но хорош. Биглип в полном воспроизведении своего цветения. Вот такая вот нерассказанная сказка. И сейчас я вам покажу, как распускается групповая посадка двух орхидей. Вот, пожалуйста, её название. Комоушен. Волнение. В переводе волнение. Почему волнение? Ну, как вы думаете? Посмотрите, какие красивые, нежные. Немножко, знаете, стыдливо покрытые таким розовато-рыжим оттенком цветения цветы этой орхидеи. Почему стыдливая? Ну, вот, знаете, как вот волнение. Когда человек волнуется, он немножко, немножко такой вот становится, может быть, где-то суетливый. Немножко меняется окрас лица у него. Вот когда распускается эта орхидея, у неё особенно сзади. Очень-очень такое плотно розово-рыжее покрытие лепестков этой орхидейки. Этих орхидей, они одинаковые. Эти орхидеи, равно как и вот эти, покупались целенаправленно для того, чтобы на канале показать вам групповую посадку очень красивых шедевральных цветов с целью получить прекрасные результаты цветения этих орхидей. Что, собственно, сегодня мы и видим. Да, цветение не очень объёмное. На этом цветоносе семь цветочков вызрело, на этом цветоносе пять. И ещё тут вот со старого цветоноса идёт боковой росточек, формируется цветоносик. Но тут, по-моему, предположительно будет только один бутончик. Но вы посмотрите, насколько прекрасно чувствуют себя растения. Вы посмотрите, тут у нас какие они огромные. Я на уровне вот этих вот орхидей, меня не видно. Они очень крупные, очень мощные. Вошли в посадку, ну, с высокой похвалой. Ни одного корня не было потеряно. Хороший состав грунта в варианте невлагоёмкой коры. Как раз на тот момент я купила хорошую невлагоёмкую кору средней фракции. Именно в неё я пересадила растение. А как увлажняющий компонент в посадку пошёл мох. В средний уровень и в уровень верхнего слоя посадки. Орхидеи замечательно, выглядят замечательно. Себя чувствуют и развиваются как сумасшедшие. И я вам могу сказать, и одна, и вторая посадка. И орхидей, вот беглипчиков вот этих, и орхидей волнения поливаются мной не часто. Потому что объём посадки очень большой. Почему я брала большие горшки? И этот горшок у меня, по-моему, он... И один, и второй горшок пятилитровый. Потому что корневая система при пересадке и этих орхидей, и этих орхидей была достаточно хороша. Они вошли очень хорошо в посадку. И состав грунта пошёл на полное сохранение корневой системы при пересадке. Вот так мы растём, развиваемся. И поливаются они с полным просыханием нижнего объёма. Вот просто с полным. Я не поливаю их достаточно интенсивно и достаточно плотно. Потому что в объёме большое количество грунта, который при намокании не быстро просыхает. Ну а теперь к крупным планам. Вот, пожалуйста. Между прочим, воздушная корневая система, условно говоря, воздушная. Иногда мне на канал приходит комментарий. Ирина, как вы можете называть воздушными те корни, которые находятся в воздухе? У орхидеи они все воздушные. Девчонки, вы знаете, я могу с этим очень глубоко поспорить. Потому что то, что находится в условиях посадки, всё-таки это совершенно другое содержание. То, что находится в воздухе, это совершенно другое содержание. Понимаете, именно корневой системы, возможность поглощать воду у корней, которые находятся в воздухе, у них она незначительная. Почему? Потому что в наших домах влажность воздуха низка. А вот в грунте та корневая система, которая работает на благополучие растения, вот она и несёт на себе основную смысловую нагрузку питания растений наших. Я вам могу сказать точно, что воздушные корни особо... Знаете, вот у меня очень сухая атмосфера зимнего содержания растений, сухой воздух. Ничего с этим поделать невозможно. Какие только увлажнители я не ставила, не дают они той эффективности, которая должна быть. Хотя бы 60%. Её нет. С 20% они могут увеличить всего лишь до 30%. Всё, не больше. Это меня не устраивает. Равно как и корни растения. Они не реагируют на изменения влажности никак. Есть орхидеи, у которых вот на поверхности очень сильно сморщены корни. Это ещё нормальное состояние. Есть вообще, знаете, такие плоские жилочки. Особенно те корни, которые имеют по генетической особенности свою... Ну, они тоненькие. Вот. И они жухлые. Когда летом влажность хорошая, они сами распрямляются. Так, ну всё. Вот теперь вы можете посмотреть этих двух барышень. Сейчас я вам показываю, как крупным планом они цветут. Видите, какая красота. Это достаточно свежий распуск. Распускаются очень яркими, очень яркими. Чем-то немножко. Вот отдалённо-отдалённо. Оттенок похож на орхидею африканский закат. Но только отдалённо. Это совершенно другой формат цветка. Совершенно другое формирование цветов. Форма цветка. Совершенно другая губка. Всё-всё по-другому. А вот этот цветонос у меня достаточно давно уже распустился. И вот в окрасе он немножечко бледнее, нежели его сосед. Вот. Ну что сказать? Ну, посмотрите, как это круто. Когда цветут в групповой посадке две одинаковые орхидеи. Я вообще приверженец того, чтобы размещать, если хотите, в групповую посадку одинаковые сортовые гибриды. Это очень красиво. Когда вы пересаживаете, например, светлое растение в групповую посадку рядом с тёмным, вы не получите нужного и правильного развития обеих орхидей. Потому что потребность у светлых орхидей совершенно другая, нежели у тёмных. Это не пустое сотрясание воздуха. Я всегда вам говорю, лишь только мои наблюдения. Лишь только мои, ничьи и другие. Вот. А прислушиваться вам к ним или нет, это уже дело каждого человека. Но когда вы видите мои посадки, мои растения, конечно, ну, они, наверное, громкогласнее меня. И вот, пожалуйста. Ага. Красота-то какая! Боже мой! Вы посмотрите, что происходит. Это невозможно. Вот сейчас я вам покажу. Детка, она очень быстро появилась, как я вам сказала. Месяц прошёл, я сразу увидела малышку. Вот, пожалуйста, осталось три листика. Вот раз, два, три листика материнской орхидеи. Макушку я обрезала, всё зачистила. И максимом неразбавленным в точку роста. Всё. Прекрасно пролечена орхидея. Корневая система сохранена полностью у материнской орхидеи. И всё, питание корням, корнями, конечно, достаётся детке и её цветоносу. Вот цветёт цветонос детки. Вот он. Некрупный, но цветёт. Ну, хорош. Появился достаточно быстро. Я удивилась, как это всё произошло. И вот, пожалуйста, очень крупный, хороший цветонос полноценной, мощной, огромной вот такой барышни. Не буду рассоединять. Совершенно в этом нет никакой необходимости. Потом, впоследствии, просто уберутся эти листочки. И немножко я постараюсь выпрямить, ну, вот этот вот уклон орхидейки. И обычно я подкладываю там что-нибудь в пробочки, ещё что-то, и орхидея начинает, как правило, уже ровненько расти. Именно так, как мне необходимо. Вот такая вот изумительная красота. Как-то надо покрутить, вам показать. Со всех сторон. Обожаю беглипы. Девчонки, это необыкновенные инопланетяне с оттопыренными губами. По-другому не скажешь. Они меня всегда восхищают. У них колоссальный временной отрезок сохранения своих цветов. Они очень-очень долго держат цветы созданные. Они формируют очень красивые каскады. Вот вы видите, да, разветвление. Вот основной осевой. И боковые, вот, несколько боковых отошло почек. Вот основного цветоноса. И вы представляете, ну это фонтан. Это новогодний фонтан цветения орхидеи и нерассказанной истории. Это очень красиво смотрится. Поэтому, девчонки, если нравится, покупайте беглипы. Они вам реально доставят массу невероятных впечатлений, глубоких эмоций. Вот, ну, знаете, когда я вижу, как он у меня цветет, у меня сплошной писк и визг. Ничего другого. Ну, а у меня до сегодня для вас все. Пишите, как они вам понравились. Я надеюсь, что я доставила вам приятные, волнительные эмоции. Желаю вам крепкого здоровья. Всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok